Все мы знаем, насколько важно дыхание для жизни человека. Но не все мы знаем, насколько важна работа грудо-брюшной диафрагмы. И очень часто дисфункция грудо-брюшной диафрагмы приводит к выраженным нарушениям дыхательного паттерна, а это приводит ко многим симптомам, таким как кислородное голодание головного мозга, нарушение кровотока в области головы и шеи, в плохой работе грудной клетки, а отсюда в плохой работе мышц, которые прикрепляются на этом уровне, на уровне грудной клетки. Грудо-брюшная диафрагма – это не просто мышечная стенка, отделяющая грудную полость от брюшной полости. Это важный мышечный орган, который способствует кровообращению. Происходит так называемая присасывающая функция грудной клетки, потому что сердце не смогло бы справиться с таким потоком крови, который устремляется к нему от нижней конечностей и от нижней половины тела. Правильная работа грудо-брюшной диафрагмы обеспечивает и дыхание, и кровообращение, и полностью жизнедеятельность всех наших внутренних органов. Есть разные способы диагностики. Самый простой клинический критерий выглядит следующим образом. Мы ставим руки на боковые поверхности грудной клетки и просим нашего пациента выполнить активно, глубоко вдох и выдох. Делаем вдох и выдох. И мы уже видим, что нет расширения грудной клетки, дыхание происходит весьма поверхностно за счет верхних отделов легких, дыхание происходит за счет движения грудной клетки исключительно вверх-вперед. Расширения грудной клетки вот здесь не происходит. Для этого есть разные причины, одна из которых укорочение грудо-брюшной диафрагмы. Будучи в состоянии спазма, она не дает возможности расшириться грудной клетке. Лежа мы делаем глубокий вдох животом, живот выпячивается, задерживаем дыхание. И вот этот шарик воздуха мы перекатываем в грудь медленно. Грудь выпячивается, животик впадает. Теперь назад мы не дышим, перекатываем назад, грудь спадает, живот выпячивается. И делаем выдох. В это время, как вы понимаете, диафрагма совершает самые активные движения и помогает осознанному осуществлению движения. Если вы выполняете это упражнение, чувствуете силу, вы можете сделать несколько таких дыхательных актов. Вдох животом. В грудь медленно перемещаем, живот впадает, грудь выпячивается. Снова из груди в живот. Выпячивается живот. И если есть возможность, еще раз в грудь. И снова в живот. Выпячиваем живот. И делаем выдох. Обратите внимание, мы начинаем с живота, грудь, живот. И животом же заканчиваем. Следующее, это то же самое, только мы начинаем с грудного отдела. Вдох грудным отделом. Живот впал, грудь выпятилась. И вот шарик мы перекатываем теперь в живот. Живот выпячиваем, грудь спадает. В грудь. Отлично, вы видите, как грудь. И выдох, как живот спадает. И то же самое, если у вас есть возможность, вы делаете несколько таких циклов. То есть вдох. Перекатываем живот. Грудь. Живот. Грудь. И выдох. Очень важно, когда вы делаете это упражнение, вот вдох животом, что вы настолько выпячиваете живот, чтобы вы почувствовали натяжение мышц и передней поверхности, и паховой области живота. Когда вы перекатываете шарик, выдох. Теперь, когда вы делаете вдох грудью, чтобы живот впалый, и полностью напрягаются связки, и диафрагма давит на грудную полость. И выдох. Чтобы вы почувствовали натяжение связок и натяжение мышц. Таких 6-8 повторений мы начинаем с живота, и 6-8 повторений потом мы начинаем с груди. Откуда мы начинаем, с какого отдела, этим отделом мы и заканчиваем. Прикладная кинезиология. Медицина будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова